Уходит август на кошачьих лапках, В котомке спрятав летнее тепло. Он плащик легкий, в рыженьких заплатках, Сменяет на сентябрьское тепло. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена и мой канал Винтажный Буфет. Дорогие друзья, я недавно показывала вам вот такой красивый, очень милый домик из гипса, который я купила в винтажном магазине. И вот смотрите, мне еще попался вот такой. Этот домик был выброшен в коробку, выставлен на улицу, и коробка, в которой лежали предметы на выброс. Но естественно, я его тоже взяла. Это тоже гипс, и он очень давно висел в магазине. Сейчас магазин переезжает, и очень много выбросили они. Ну, я успела только вот на этот домик, и там еще кое-что. А сегодня видео про находки. Даже можно сказать, что видео про тарелочки. И вот первая тарелочка, которую я увидела, мне очень понравилась. Это тарелка из серии времена года. Яросцайтен по-немецки. Сначала я думала, что это осень. Ну, судя по лужайке под деревом, тут и маки, и ромашки. Хотя можно еще встретить у нас такие цветочки. Маки очень-очень редко еще попадаются. И вот вдалеке, смотрите, здесь такой домик. Птицы уже собираются в стайке. Замечательная тарелочка. Дерево, все в яблоках. То есть, я думаю, что это тоже август. И покажу ее поближе. Ручная работа. Расписано все вручную. Посмотрите, здесь очень видно все мазки красок. Краски яркие. Зелень. Желтые яблочки, краснеющие на дереве. Здесь вот какой-то куст цветущий еще. Трава уже. Желтеет перед домиком. Но цветочки украшают еще полянку. Очень красивая тарелочка. Здесь мы видим 79-й год. Кранц, видимо, это место. И вот такая обратная сторона. Написано, что это одна из собираемых тарелок. Лимитированная. И относится эта тарелочка. Вернее, создана была для дома каталога отто. Десхауз отто ферзант. 80-й год написано. И компания шерндинг. Это клеймо оставилось с 74-го по 1995-й год. Повария. Тарелка в отличном состоянии. Еще одна находка. Вот такая стопка тарелок. Это уже тоже из серии посуда даром. Просто стояли тарелки в пакете. 6 штук. Компания Зельтман Вайден Бавария. И это примерно тоже 90-е годы. Серия называется Инка. Тарелки в отличном состоянии. Ни одного скола. Почему я их взяла? Потому что у меня есть такой сервиз. И тарелки как всегда бывают. Кстати, потому что постоянно бьются. Здесь уже другое название нора. Тоже Зельтман Вайден. И они ничем не отличаются. Хочу сразу сказать, что они разные все от разного производителя. Две тарелки вот от такой мануфактуры. Клеймо стоит Оскар Шаллер. А мануфактура Райланд Фальц это область, где мы живем. Земля. Таких тарелочек тоже две. Они в отличном состоянии. И вот здесь мы видим маленький такой вот щербинку маленькую. И немножко сход золотой каюмочки. Мануфактура уже другая. впервые встречаю такое клеймо на посуде. Вернее встречала такое клеймо, но у меня еще не было. Это Вальдерсхоф и мануфактура называется Франц Нойн Кирхен. Буква Н в такой виньетке с короной. И таких тарелочек тоже две. Вот друзья мои какая у меня замечательная находка. Кто-то не любит глубокие тарелки вот такие суповые. Мы очень любим такие тарелочки. Я считаю, что горячий суп в такой тарелке выглядит намного красивее, чем в каких-то супниках. и аппетитнее. Еще одна тарелочка была в коробке на улице. Вы представляете, какая это прелесть. Три птички, большая стрекоза сидят в травке. И как можно было выбросить такую тарелочку. Это тресогозки. хотя у нас тресогозки выглядят по-другому. Но в переводе вот стоит Бахштельцен. Это тресогозка по-немецки. И я люблю очень птичек тоже. И такие тарелочки с удовольствием принимаю в свою коллекцию. Климо Йоханн Зельтман. Это брат Зельтман Вайдена. Мануфактура Зельтман Вайдена не два брата. И город это Фон Штраус. И я думаю, что это тоже где-то 70-е годы. Хотя мануфактура существовала очень недолго. Потом была перекуплена. но тарелка просто замечательная. Ни одной щерпинки в отличном состоянии. И птички мои любимые. Ну вместе с тарелочками я еще покажу вот такой замечательный кувшин. Он без опознавательных знаков. Это керамика и с прелестной веткой ягод. Не могу сказать какие-то ягоды. Наверное красная смородина. тоже в хорошем состоянии. Немножко видно что он пользованный. Но такой замечательный кувшин. меня уже есть один похожий для молока. Маки с колосьями. А этот вот такой красавец. Рисунок с одной стороны. Но я люблю еще использовать именно такие кувшины как вас для букетов. И вот смотрите какой вот этот кувшин с маками и васильками и с пшеницей. Я использую его для воды. Для молока. и вот насколько этот немножко больше получается. Вот такая крышечка на нем у меня. Вот такие два красавца. Друзья, тем, кто смотрит меня давно, известна моя кухня, где у меня практически один винтаж. Я люблю вот такие деревянные вещи, предметы. И эту подставочку я тоже увидела в коробке, но уже в другом магазине, который закрыт у нас по болезни продавца. И я давно искала такую подставку. Я сначала думала, что это для бутылочки. Но можно, конечно, и бутылку поставить, но мне она нужна была для другой цели. Посмотрите, какая красота. Очень вот этот половник один из немногих вещей, которые я взяла с собой из России. Вернее сказать, что он, видимо, был у меня новый. Вот еще даже этикетка есть, но я его использую только для декора на кухне. вот такая подставка мне была необходима. Очень я рада, что я нашла такую подставку. И тем более, что я ее спасла от выброса. Кто посмотрел мое предыдущее видео про будянские тарелочки, знает, что я взяла совсем дешево по 50 центов в магазине. И в это же время, в этот же день я увидела вот такие тарелки. Вот смотрите. Узор синий лук. Есть ролик на канале про сервис и вообще про эту посуду, которая у меня есть. И там тарелки были от другой мануфактуры ГДР а это уже английские. Английские 82 года отмьет голубой рисунок называется и если сравнить их с теми тарелками, то они очень такие изящные, но и английский фарфор мы знаем, что он отличного высочайшего качества и естественно он намного отличается от вот этой например тарелки здесь фарфор совсем другой потяжелее и вот сравните рисунок этот поизящнее естественно этот немножко такой но я бы сказала попроще это мануфактура трипкис порцелан кала вот это все вот они объединенные но это уже по современнее тарелка честно говоря я такие такую посуду брала на заказ мне заказали из перми тарелочки ну в общем какую-то посуду и так она осталась у меня не отправленной поэтому у меня сейчас очень много посуды такой но эти тарелки вообще исключительные очень я хотела или от какой-то авторитет по авторитетнее мануфактуры немецкой или английской и вот английские мне попались очень такие приятные они небольшие и их шесть штук шесть штук все показывать не буду состояние отличное в общем я довольна довольна и чуть не забыла показать еще был салатник вот он видите с небольшим сколом я его заметила уже позже он далеко стоял на полке не видно было но я его тоже взяла и эти все тарелочки тоже продали мне по 50 центов английскую посуду за 50 центов то и каждую тарелочку очень мне повезло я очень рада вот друзья мои на сегодня весь обзор небольшой но хочется хочется вам все показать поэтому я поделилась с вами своими находками хочу вас поблагодарить за подписки приветствую своих новых подписчиков очень всем рада не успеваю отвечать на комментарии но вы уж меня простите я буду смотреть ваши ролики всех кто ко мне подписался естественно отвечать на комментарии спасибо вам большое всем моим подписчикам за теплые пожелания и лайки и просмотры приглашаю вас также на яндекс дзен мой канал там более расширенный пока я дублирую старые ролики но пишу еще статьи и публикую свои лучшие фотографии не забывайте заходить и здесь на ютубе наверху есть ссылка сообщества туда можно зайти и посмотреть тоже фотографии какие-то там заметочки и я вас всегда жду всего вам доброго оставайтесь здоровыми готовь готовимся к сентябрю провожаем август и остаемся в отличном настроении всего вам доброго до новых встреч до новых встреч до новых